Санкт-Петербург построен на более чем 40 островах и имеет более 300 мостов. Именно поэтому его часто называют Северной Венецией. Острова, на которых построен Санкт-Петербург, изначально были болотистыми и необитаемыми. Но царь Петр Великий признал их стратегическое значение и решил построить там новую столицу. Он поручил голландскому инженеру и градостроителю Адриану Вандермейдену спроектировать планировку города, которая включала бы сеть каналов и мостов, позволяющих легко перевозить товары и людей. На протяжении веков Санкт-Петербург продолжал расти и развиваться, добавлялись новые мосты и острова для размещения растущего населения и инфраструктуры города. Сегодня городские мосты не только функциональны, но и служат главными туристическими достопримечательностями, особенно во время знаменитых белых ночей-лето, когда солнце полностью не заходит и мосты подсвечиваются разноцветными огнями. Кто такой Чижик-Пыжик на самом деле? Самый маленький памятник в Петербурге имеет высоту в 11 сантиметров и вес около 5 килограммов. Пыжиками называли студентов императорского училища правоведения, который находился на фонтанке. Такое название к ним прилипло из-за пыжиковых шапок. Пыжик – теленок северного оленя, именно из меха-пыжиков, и создавали эти шапки. Чижиками же их называли из-за зеленой формы, которую они носили. Цвет ее напоминал цвет перьев чижей. Итак, самая известная песня про Чижика-Пыжика, который на фонтанке распевал горячительные напитки, была не о птице, а о студенте, который вместе с друзьями развлекался после занятий. Тем не менее, сам памятник в виде чижа вплоть до 2014 года воровали 7 раз, но каждый раз скульптуру либо возвращали назад, либо сооружали новую. Что мы знаем о яйцах Фаберже? В Санкт-Петербурге находится крупнейшая в мире коллекция яиц Фаберже. Коллекция включает в себя 9 из 50 яиц, которые были изготовлены для российской царской семьи в период с 1885 по 1917 год. Яйца Фаберже были созданы Питером Карлом Фаберже, русским ювелиром французского происхождения, который был официальным поставщиком ювелирных изделий для российского императорского двора. Первое яйцо Фаберже было изготовлено по заказу царя Александра III в качестве пасхального подарка своей жене, императрице Марии Федоровне. В 1885 году яйцо, сделанное из золота и украшенное эмалью и драгоценными камнями, содержало внутри сюрприз – золотой желток с миниатюрной копией императорской короны и рубиновой подвеской. В течение следующих 32 лет Фаберже и его команда мастеров создали в общей сложности 50 яиц Фаберже, каждая из которых уникальна и задержит внутри свой сюрприз. Многие яйца были заказаны российской царской семьей в качестве подарков для своих близких, в то время как другие были приобретены богатыми коллекционерами по всему миру. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.